Всем привет, с вами Ромка, и перед началом данного видеоролика я буду извиниться за пару вещей. Первое, это то, что я давно не снимал видеоролики, и второе, это то, что сегодня видео мы показывали в программе для монтажа, и это связано с тем, что я видео заснял само, я его отмонтировал, но не смог из-за рендерить, так как в программе вылежала ошибка. Не знаю, с чем это связано, и так не смог разобраться. Ну что ж, на этом у меня всё, приятного просмотра. Всем привет, с вами Ромка, и сегодня мы играем в приключения с Самантой Брауни. Ну что ж, начнём? Давайте посмотрим, где мне начать. Где-то посередине страны жила девочка. Ну, если быть поточнее, то девочка жила в университете посередине страны. Она жила в одном из помещений университета. Но все в школе назвали помещение плоским, так что она её потом называла. Имя было Саманта. И в ней не было ничего интересного. Саманта проводит больше всего своего времени, одна в своей комнате. Но есть ещё места, в которых она бывает поминные комнаты. Это её класс, библиотека, или же она просто прячется в углу и пьёт кофе. Саманта сидела в своей постели последние шесть часов, ждала, пока все пойдут спать. И это где мы к ней присоединимся. То есть, на палочке вверху, для того, чтобы знать, насколько она голодная. Но если мы будем делать всё наоборот и будем принимать неправильные решения, то что-то может быть не так. Если вы хотите переместиться в главное меню, нажмите на левый и верхний угол. Ваш прогресс автоматически сохранится, и вы сможете продолжить в любое другое время. Ну всё, на этом это всё для меня. Удачи! Привет! Что ты сегодня сделала? Привет! Немного. Просто провела время с котиком. Что насчёт тебя? Ээээ, как обычно. Сделала домашнее. И выпила много кофе. Так что, думаешь, что ты будет на кухне сейчас? Я не знаю. Сколько сейчас времени? Где-то 10.30. Кстати, какая тебе разница, если кто-то в кухне? Окей, сказать правду, либо же соврать. Хм, давайте скажем правду. Потому что я хочу взять себе перекусить, но не хочешь, чтобы меня кто-то видел. Ты, правда, думаешь, людям до этого и сделала? Всё возможно. У тебя уже был ужин? Ну, я бы не сказала. Сэм? Ну, я хотел сходить за продуктами, но продуктовый магазин был закрыт. Сэм, не будь наивной. Иди, сделай себе ужин. Ладно. Всё, поехали. Пять минут спустя. Я могу это сделать. Так, всё, что мне нужно сделать, это встать в кровати и пойти на кухню. Это просто. Люди ходят на кухню каждый день. Видишь? Пшеничная каша. Она вон там. А, хорошо. Теперь я официально встала. Хм. С каким вкусом мне на сегодня выбрать пшеничную кашу? Окей. То есть нам предлагают здесь выбрать три разных вкуса. Это пшеничник в каше. То есть первый вкус у нас черника и крем. Второй вкус у нас клен и орешки. И третий вкус это у нас яблоки и лакрица. Окей. Ну я, наверное, выберу чернику, потому что это полезно для зрения и... Ммм, сладкий крем. Ээээ, я так не думаю. Может не сегодня. В смысле? В коромысли? Ну, окей. Тогда давайте пойдём с яблоками и лакрицей. Хотя я не очень люблю лакрицу. Это точно тот, который я хотела. Окей. Теперь мне только нужно определиться, сколько пакетиков взять. Сколько же мне сделать? Один, два, или три пакетика. Ну, я бы выбрал один. Один пакетик? Это всё? Это должен быть ужин? Окей. Я просто думаю, что это не достаточно. Ну, окей. Давайте два. Три-то слишком много. Ну, два это уже получше. Два говорит. Я голодный, но я не короба. Два пакетика. Это хорошее количество каши, чтобы съесть. Окей. Ха! Ууу! Я сделал выбор. Посмотрите на меня. Делаю выборы. Прямо как взрослый человек. Подождите-ка секундочку. Мне ещё нужно что-то вприкуску. И что же у нас здесь есть? И сейчас за время играть? В смысле играть? Я же был... Окей. Выбери ложку! Пожалуйста, выбери эту ложку. Ясно? А, по ней нужно попасть, да? Я выиграл! Расскажи мне, что же ты выиграл? Ну, с первого взгляда, это ложка, да? Я выиграл ложку, которая стоит 200 долларов. Чтобы я постоянно такие ложки выигрывал. Хорошо. Осталось только взять свою кружку. И поехали. Кружка. Есть. Пшеничная каша. Есть. Ложка. Да. Так, всё, мы готовы. Хм. Подождите. Что, если кто-то есть в прохожей? Я имею в виду... Серьез кто-то выходить прямо в эту секунду? Угу. Это же университет, да? Все студенты, либо же, в своих комнатах готовятся к сексу, которые у них будут завтра, либо же отдыхают, да? То есть, поехали. Уоу! Мне нужно туда пройти. Ну, полагаешься, да? Я никогда этого не смогу сделать. Давайте потихоньку пойдём. Просто нужно делать большой вдох, и всё будет в порядке. Да. Всё точно хорошо. Вот. Это так-то лучше. Мне нужно просто идти пошагово. Дело в том, что я просто немножко засенчивая. Я пыталась всем рассказать, но послушали ли меня? Нееет. Всё, я пошла. Кушать перед многими незнакомцами. Как насчёт... Нет. Как насчёт, я покушаю в комфорте в своей комнате? Тогда никто не ей будет доставать. Да, этой идее мне нравится гораздо больше. Бах! Кто-то идёт? Хорошо. Ложная тревога. Вперёд. Я просто хочу съесть свою пшеничную кашу в спокойствии. Я не хочу никого видеть. Я не хочу никого слышать. И я на 100% доверилась, что я не хочу ни с кем разговаривать. Потому что, знаете что? Ну что, последний раз, когда я разговаривала с кем-то, они сказали, что я сделала свою ресницы невравильно. Должна ли ей доверять? Ну, что я вообще делаю? Я крашусь каждый день. Она хочет сказать, что я не имею красец. Потому что это очень некрасиво. Как ты можешь говорить так о моём лице, если мы знаем друг друга только пять минут? Это что, свет? Господи. А что, если там люди? Или ещё хуже? Что, если они хотят со мной покушать? Ой, нет. Так что, должна ли ей идти внутрь? Бежи обратно! Нет, нет, пути назад. Люди! Привет! Кошмар подтверждён. Мне сказать привет? Люди до сих пор говорят привет друг другу. Что мне делать? Сказать привет. Ничего не говорить. Привет! Они меня проигнорировали! Почему они не говорят привет? Они думают, что это странно, что я так поздно кушаю? Они думают, что у меня уже был ужин, и что я пришла ещё покушать? Я могла сказать им, что я ещё не кушала? Нет! Это тупо. Зачем мне это им говорить? Ладно. Вот, я сделала это. Половину мы прошли. Окей. Я вижу, что есть электронный чайник. Я полагаю, что все ими могут пользоваться. Я вообще-то никогда так и не пользовалась, но я думаю, что это будет легко определить, как я могу пользоваться. Но всё равно. Думаете, здесь есть экстремистр? А это ещё что? Мне это нужно вытащить? Нет, давай же. Это же не имеет никакого смысла. А-а-а. Я просто заполни чайник. Что от такого плохого может случиться? Пока что всё идёт нормально. Просто нужно быть поаккуратнее, чтобы я не ударил током. Не подождать, пока она греется здесь, или пойти в свою комнату. Я думаю, это глупо идти так далеко в свою комнату, потому что потом у них снова придётся возвращаться. Что же мне делать? Давайте подождём здесь. Хорошо. Окей, пока что я подготовлю эти пакетики с пшеничной кашей. Хм! Я их разломал! Мы продвигаемся. Так, мы заливаем чай. Стоп, мы будем есть кашу из чашки. Нужно его быстренько замешать. Думай, Сэм, думай. Что же мне делать, пока это всё приготовится? Убраться, но здесь довольно грязно, или спрятаться в угол. Да, убираться. Ой, надо было всё-таки браться в угол. Нет! Нееет! Что? Сама-то осталась голодной! Извините, я не всё корректно переводил, но так уж вышло, что были некоторые слова, которых я не понял. Ну что же, на этом видео заканчивай. Ну а самим был я, Ромкая. Ну, если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк, процесс, роминал, или же порекоментировать это видео. Ну а с вами я. Всем пока!